Думаю, что пора начинать нашу лекцию. Значит, хочу вам сказать, что этот семинар, который вы сейчас услышите, он для широкой аудитории читается впервые в вашем городе. И я думаю, поэтому можно сказать, что в этом есть, есть, может быть, какая-то удача для нас, для всех. В целом же, над этой темой я работаю уже давно, и мы сейчас с вами довольно плотно будем говорить об этих вопросах, потому что сама тема очень большая, невозможно обсудить ее за какие-то два часа. Первое, с чего я хотел бы начать, это цель учебы. Цель учебы. Как вы считаете, какова цель учебы? Знание о чем? Ну, ведь люди же, которые... Да, вы правы, действительно, реализация себя должна... Да, ну, правильно, но у нас в школах, в институтах учатся всем о другом. Мы же должны учиться в институтах, в школах, мы не можем бросить это все, понимаете, идею. Но там учатся всем о другом. И там учат информации просто, то есть там учат не о совершенству, там учат не о том, чтобы стать уважаемым человеком, там учат просто тому, чтобы ты овладел квалификацией. Ну, вот, допустим, у меня сейчас пять дипломов, допустим. У меня не пять, конечно, дипломов. Допустим, у меня пять дипломов. Вы меня за это уважать больше будете? А? Больше вы меня. Правильно, вот говорите правду. Правильно. Вы меня будете больше уважать за это. Вы меня возьмете на работу куда-то, дадите мне должность. И что из этого потом получится? Сказать вам по секрету? Ничего хорошего. Почему? Знаете почему? Потому что существует ум, существует разум. Давайте разберемся, в чем заключается разница между подходами в обучении, но это только начало. Потом мы будем дальше думать о том, что же делать в той ситуации, в которой мы находимся. Итак, человек пришел, дипломированный специалист. Несомненно, он свою специальность знает хорошо. И в этом большой плюс. В этом нет никакого сомнения. Однако же, успех деятельности зависит не только от того, знает он специальность свою или нет. Больше он зависит от того, как он сможет общаться с окружающими людьми. Возьмем, допустим, начальника. Может ли он один что-то сделать на заводе? Нет. Ему нужно общение. Общение не зависит от профессиональных навыков. Это стопроцентный факт. Все это знают. Почему? Потому что для того, чтобы правильно общаться, для этого нужно развивать в себе хорошие качества характера. А это совсем другая вещь. Она не связана с профессионализмом. Например, человек может быть профессионалом, но от этого у него только портится характер. Вот посмотрите. Сколько здесь кандидатов наук? Поднимите руку. Один. Сколько докторов наук? Ни одного. Два кандидата, а ни одного. Почему так? Ведь тема серьезная. Почему бы докторам, наук, кандидатам не прийти и не послушать? Вам даже смешно. Сама идея сама смешная. Почему? Ведь если человек ученый, он должен развиваться, он должен понять, что ему нужно прогрессировать больше, чем всем остальным. Потому что наука должна двигаться вперед. У меня неординарный взгляд на вещи. Почему никто не пришел? Потому что оказывается, вместе с тем, что увеличивается знание, у человека в разуме увеличивается также гордыня. Это всем известный факт. Человек, который получает знание, он начинает гордиться собой. Ему он становится уважаемым человеком. Так? Вы согласны со мной? И он уже не будет слушать всех подряд. Так он будет слушать только равных себе, и то с большим трудом. Но веды говорят, что такое разум? От чего разум берет силу? Оказывается, есть два типа подкрепления силы разума. Первый тип – это ежедневное слушание, которое дает… Вот понимаете, точно так же, как, допустим, взять, допустим, аквариум, да? Там должна постоянно кислород подаваться, там должен стоять какой-то компрессор. В разуме должна быть сила. Сила, мы с утра делаем зарядку тела. Так мы заряжаем тело. Сила тела зависит от движений физических. Сила разума зависит от психического движения. Психическое движение, которое заходит непосредственно в разум, согласно ведам, это только слушание и все. Невозможно усилить деятельность разума с помощью взгляда на что-то или с помощью того, чтобы под душем постоять. Душу может очистить в какой-то степени, но усилить разум он не может. Таким образом, согласно ведическому знанию, чем больше человек понял в жизни, тем больше он должен слушать, чтобы поддержать силу своего разума. А если человек уже настолько гордый, что его некого слушать, как же тогда он будет поддерживать силу разума? Согласно ведическому знанию, тот человек, который уже сейчас достиг такого психического состояния, что он чувствует и он считает, что ему некого послушать, это значит, что он деградирует с этого момента. Почему? Потому что разум-то, тонус разум не получает. Разум получает тонус от слушания. Звук, только звук. Веды описывают, что такое звук. Звук — это огромная сила. Веды говорят, что звук — это самая большая сила, вершина цивилизации. Управление космическими кораблями, описывают веды. Это такие цивилизации уже были, веды описывают. Все это управляется только звуком. Звук способен восстановить погоду за несколько секунд. Для этого нужно знать, как правильно произносить этот звук. А это знание находится в разуме. Разум должен иметь эту силу. Звук способен вдохновить человека или сильно разочаровать. Мы очень слабо представляем, что такое звук. Очень слабо. Потому что все обучение основано на чтении в основном. Лектор не придает сильно большого значения звуку, тому, который он... Хотя многие лектора знают, что когда люди ходят на лекцию, они лучше усваивают материал. Хотя материал может быть тем же самым. Он может быть о том же самом, говорить. И даже он на лекции... Ну сколько можно за лекцию сказать? Я пытался печатать свои лекции. 14 страниц. Плотно очень говоришь. Очень плотно. 14 страниц. В компьютерном формате. Все. Больше ничего нет. Понимаете? Это очень мало для того, чтобы подготовиться к экзамену. Но оказывается, это дает больше. Звук дает больше, чем если ты очень много прочитаешь. Но человек, который очень сильно... Который не заботится о том, что такое правильное обучение. Он просто обречен на деградацию. Существуют этапы даже деградации ученых. Ведах описаны. И такие ученые названы одним словом. Эти ученые, которые неправильно подходят к обучению, они в ведах называются наратамы. Нара значит человек. Оттама означает худший. Худший из людей. Почему не деградант, который там наркотиками погряз? Почему ученый худший из людей? Потому что деградант еще может как-то выйти из этого состояния и начать слушать. А ученый, который уже находится на высоте общества, он не способен ничего услышать и понять. Он не будет менять свое мнение никогда. Он не способен ничего изменить в своей жизни. И у него начинаются этапы деградации. Первый этап деградации он не хочет слушать. Дальше у него теряется разум. И по мере потери разума у него портится характер. Он начинает становиться очень амбициозным. Он хочет почтения к себе, как и раньше. Но люди перестают его уважать постепенно. Дальше что происходит? Дальше по мере снижения уважения у него увеличивается беспокойство. И он в результате становится деспотом. Он начинает злиться на всех своих подчиненных. Начинает злиться на все свое окружение. После этого у него появляется невротическое и очень напряженное состояние сознания. От этого возникает масса болезней. Следующий этап. От него просто отворачиваются люди. И ему кажется, что он всю свою жизнь работал для науки. Посвятил ей свою жизнь. И люди не уважают его. Они неправильно к нему относятся. Они как бы... Они не оценили его по достоинству. Ему кажется. Но как можно хорошего человека не оценить по достоинству? Вот кто из вас... Поднимите руку, кто из вас может хорошего человека не оценить? Разве это возможно? Кто откажется общаться с хорошим человеком? Оказывается, есть закономерность, которая рождает вот такую деградацию. И этот человек, он посвятил науке всю свою жизнь. Оказывается, взращивать себе разум это самая большая аскеза. Самое тяжелое. Работать где-нибудь там грузчиком гораздо легче. Очень тяжело изучать материал, учиться, достигать какого-то понимания вещей. Суть и прорываться в глубину науки очень трудно. Это неимоверный труд. И результат. Все отворачиваются. Потому что веды говорят, что существуют разные виды знания. Оказывается, что если ты изучаешь какие-то науки, просто учишься, это еще не значит, что ты будешь счастливым. Ты должен разобраться, какое знание стоит выше какого. Давайте будем разбираться. Очень просто. Смотрите. Тело управляется праной. Значит, знание о теле находится на более низком уровне, чем знание о пране. Вот смотрите. Человек всю жизнь качает тело. Да? Он качается. У него будет здоровье определенное время. Он будет здоровым человеком. Он делает зарядку физическую каждый день. У него будет определенное здоровье. Но, так как тело, оно после 30 лет начинает стареть само. Мы ничего не можем сделать. Все спортсмены теряют квалификацию после 30 лет. Мы ничего с этим не можем сделать. Тело стареет. Это значит, что мышцы начнут спадать само по себе. Мы можем пытаться как-то поддерживать, но это все будет увидать. Я знаю, я каждый день занимаюсь. Но у меня тело все равно, оно увидает. Это чувствуется. Это означает, что существует сила, которая дает возможность поддерживать здоровье еще на более высоком уровне, чем телесное. Кроме зарядки, есть еще дыхательное упражнение, пранаяма. Знание о том, как действовать с помощью дыхательного упражнения, стоит выше телесного знания. Но даже знание о теле, оно тоже очень большим является. Оказывается, если вы просто будете прямо сидеть во время слушания, допустим, студент, если он прямо сидит во время слушания, у него увеличивается на 30% усвоения материала. Но это очень трудно сидеть прямо, потому что хочется согнуться все время. Когда человек сидит прямо, у него психическая энергия постоянно поднимается вверх. Это тоже вид пранаямы. То есть вид работы с психической энергией. Когда человек сидит прямо, это также означает, что он способен взращивать себе интерес к теме. А мы потом с вами будем говорить о том, зачем этот нужен интерес к теме. Оказывается, что ум так устроен у человека, что он не способен получить информацию, если она ему не интересна. Вот хоть учи, хоть не учи. А если человек втягивает в себя информацию с помощью огромной силы напряжения, то у него срабатывает кратковременная память. И эта кратковременная память, она истощает полностью психику. Человек запоминает на один день, на два. Потом он идет, сдает экзамен, что происходит после этого. И он чувствует сильное отвращение к предмету. Ему становится противно вот это то, что он изучал. Почему? Потому что это та сила, которая разрушает его. Оказывается, что в ведах описано, что человек не должен заставлять себя учить что-то. Он должен делать нечто другое. И ему тогда будет захотеться все учить, будет хотеться все учить, и он будет сам запоминать. Процесс запоминания человек не должен контролировать. Это самая глубокая функция психики. Мы не должны контролировать процесс запоминания. Те, кто контролирует процесс запоминания, они ничего не запоминают. Те, кто отпускает процесс запоминания, они все могут запомнить. Но человек запоминает все по-разному, в зависимости от его психики. Некоторая логическая память у некоторых, у некоторых конкретная. Понимаете, у некоторых образная, у некоторых художественная или поэтическая память вообще. Понимаете, память может быть разной в зависимости от склада характера, но это уже как бы небольшое отклонение от того, что я вам хочу объяснить. Итак, знание от прани стоит выше знания тела, поэтому люди, которые занимаются дыхательными упражнениями, они уже фактически где-то до 45 лет, они чувствуют себя хорошо, они могут достигнуть гораздо большего в жизни, но это знание. Вот я вам сейчас сказал знание о прани, вы не получили этого знания? Почему не получили? Есть несколько человек, которые вот от того, что я сказал, есть знание о прани, они получили это знание. Я занимался праноямой очень долгое время, у меня есть это знание. Те люди, которые очень внимательно слушали, их пробило вот это состояние шока такого внутреннего психического, они чувствуют, я должен это знать. Они почувствуют, несколько человек, поднимите руку, у кого такое произошло. Всего несколько человек, 5-6 человек в зале. Это означает, информация прошла в разум, она обрела практическую силу. Все остальные просто приняли к сведению. Понимаете? В чем заключается разница между теми и другими? Разница заключается в том, что те, кто слушают недостаточно серьезно, им потом надо будет очень много практически и теоретически изучать эту тему, чтобы информация прошла в разум. То есть надо на практике все проверять. А те, кто слушают серьезно, им даже на практике проверять не надо, они уже знают. То есть они будут практически этим заниматься 100%. Все остальные еще не обязательно. В этом есть большое сомнение. Потому что в чем заключается признак, что человек получил практическое знание, реализованное? Как вы думаете? Как, как? Правильно, выполняет. Перед, между знанием и выполнением стоит одна вещь, которую надо знать всем. Как она называется? Желание, вдохновение. Оказывается, что человек, который умеет правильно слушать, он получает вдохновение. И это вдохновение остается с ним надолго. Он не теряет его. Он способен дальше делать все уже сам. Понимаете? Это очень важно знать. Итак, знание о пране. Оказывается, есть много аспектов этого знания. Например, указательный палец связан с деятельностью человека. Первая фаланга связана с луной, означает умиротворение. Основа успеха в деятельности – это умиротворение. Умиротворение также связано с тем, чтобы хорошо относиться к женщинам и к матери. Поэтому первый, самый главный – оплот учебы. Оплот учебы – это отношение к женщине. Если человек неправильно относится к женщине, не может учиться. У него нет умиротворения. Память, способность запоминать, означает холодный ум. Женская энергия или энергия луны, психическая энергия, которая называется отжас, охлаждает ум. Человек, который способен уважительно относиться к женщинам, не ссорится с ними. У него хорошая память. Память – это не то, что мы думаем, сколько извилин в голове, как некоторые говорят. Извилин у всех одинаково примерно. Память означает то, деятельность тонкого тела. Это означает психическая функция, которая может взращиваться в зависимости от того, как человек относится к жизни. Если человек начинает сильно уважать женщину, у него охлаждается ум, и он начинает все запоминать. Это возможно, если действовать только в этом направлении. Дальше следующая фаланга, средняя фаланга – это Марс. Марс означает волевое усилие. Только человек, который не противопоставляет свою волю другим мужчинам, он уважительно относится к старшим мужчинам, он способен направить себя в том направлении, в котором ему надо себя направить, для того, чтобы ему достичь своей цели. Последняя фаланга означает Юпитер, или разум, или вера. Юпитер дает человеку вдохновение. То есть, другими словами, сначала идет умиротворение, потом волевое усилие, последний этап – это вдохновение. Вдохновение возникает только из-за слушания. Поэтому без слушания, без понимания, что такое слушание, учеба невозможна. Дальше, после праны, уровня праны стоит уровень чувств. Он стоит выше уровня праны, уровень чувств. Чувства – это щупальца ума. Человек, который способен контролировать чувства, он сохраняет здоровье гораздо дольше, чем тот, который занимается пранаямой, но не может контролировать чувства. Допустим, человек занимается пранаямой и курит одновременно. Почему он курит? Потому что он не может контролировать чувства. Ему хочется курить, и он курит. Он не может. Знание о том, как контролировать чувства, это более высокое знание. Вы говорите, а где же здесь математика, физика, химия, там и все прочее? Это все хорошо. Математика, физика, химия, это все хорошо. Но, если ты не можешь контролировать чувства, ты не сможешь достичь успеха в познании математики, потому что сопьешься. И бывает, человек занимается наукой очень серьезно, потом раз, наступает плохой период в жизни, а он не знает, что это бывает вообще. Он этого не изучал даже. Он не изучал, что такое ум, это выше чувств. Оказывается, ум действует, наш ум живет по периодам планет. И у каждого человека в жизни, каждые 10-12 лет полностью меняется судьба, согласно ведом. И мы не знаем, что через 10 лет у нас могут быть так, что мы можем спиться. Мы не готовимся к этому. Хороший ученый защитил докторскую диссертацию, потом раз спился. Все, наступил плохой период. Чувства не контролировались, он не учился контролировать чувства. Понимаете? Человек берет, просто соединяет два пальца. Большой пальц означает «я». Первая фаланга означает здоровье тела. Вот здесь, если вы нажимаете на первую фалангу и чувствуете там боль, значит тело у вас нездоровое. Если нажимаете на вторую фалангу и чувствуете боль, это значит, что у вас нездоровые чувства. На большом пальце. Если вы на левой руке нажимаете на первую фалангу и чувствуете там боль, это значит, что у вас тело нездорово по судьбе. На правую нажимаете – легче. Означает, что вы работаете над собой и вы преодолеваете свою судьбу. Если вы на левую нажимаете – не болит. Значит, по судьбе вам не положено сейчас болеть. На правую нажимаете – болит. Значит, вы неправильно живете. Нажимаете на вторую фалангу, на последнюю большого пальца, на левую руку – неприятное ощущение. Боль, неприязнь, что-то не нравится. Значит, по судьбе вам сейчас время страдать. Нажимаете на правую руку, на большой палец, на эту фалангу – не болит. Значит, вы контролируете чувства. Значит, вы не страдаете, несмотря на то, что положено. Если вы нажимаете на левую фалангу – не болит. На правую – болит. Значит, вам страдать не положено сейчас по судьбе, а вы страдаете. Понимаете? Это знание чувства. Теперь я вам показываю мудру. Что такое мудра? Мудра – это воздействие на свою судьбу. С помощью мудры можно воздействовать на судьбу. Человек берет, соединяет два пальца, указательный и большой. Остальные остаются прямыми. На обоих руках. Все. Это первый этап обучения. С этого надо начинать учиться. Человек потом ложит эти пальцы вот так, кверху. Это означает, что свою деятельность, свою деятельность, указательный палец и свои чувства я соединяю. Я хочу, я хочу полюбить то, чем я занимаюсь. Все. Это называется самоконтроль. Кто из вас знал об этом? Поднимите руку. Несколько человек. Остальные пытались себя контролировать, потому что невозможно, не контролируя себя, учиться. Как можно учиться? Тянет то туда, то сюда, то попить, то покушать, то в ванну, то в душ, то собачку погулять. Когда учиться, неизвестно. До этого ничего не хотелось. Как только учиться, садишься, сразу что-то захотелось. И начинаешь бегать туда-сюда, вокруг холодильника, вокруг телевизора, когда мертвые не потеют, будут показывать. Уже соскучился. Это означает отсутствие контроля чувств. Человек, который держит постоянно вот так пальцы, он способен в пять раз дольше заниматься, не отрываться от своей деятельности. Это знание о чувствах. Есть много разных другой информации. Я вам дал просто чуть-чуть. Человек, который знает, как контролировать чувства, он способен очень многого достигнуть в жизни. Например, оказывается, все чувства, они запускаются контроль чувств с контроля языка. Если человек контролирует язык, все остальные чувства легко очень контролировать. Что значит контроль языка? Два вида контроля языка. Это контроль потребления пищи, контроль питания и контроль речи. Когда человек не контролирует язык, он не способен совладать собой и учиться, он не будет усидчивым. Как определить неусидчивого человека? Он хаотически питается. Первый признак его. Второй признак. Он болтает попусту. Все. Два признака неусидчивого человека. Больше не надо признаков. Достаточно двух. Если эти два признака пропадают, человек может сидеть и учиться. Все. Кто из вас знал об этом? Поднимите руку. Три человека. Пять. Но как тогда вы контролировали свою учитель, усидчивость? Как вы контролировали? Просто пытались сидеть, да? Но это не работает. Это невозможно, потому что хочется куда-то бежать. Итак, смотрите. Что значит контроль питания? Это значит питаться вовремя. Веды говорят, что невозможно заставить себя кушать меньше, чем ты хочешь. Однако, однако, если человек знает, какую пищу есть в какое время, то он побеждает свои чувства. А если он способен освещать свою пищу, то он полностью побеждает свои чувства. Так говорят веды. Итак, оказывается, если человек плотно ест с 11 до часу дня, то в этом случае он может просто наесться очень сильно. И это не перегрузит его ни физически, ни психически. Ему не надо спать после еды. Надо готовиться к экзаменам. Спит. Почему он спит? Потому что он поел не вовремя. Он поел позже, чем положено. Или слишком рано он поел и ходит постоянно нагруженный. Ему надо учить экзамены. Он поел зерновые, не вовремя, допустим. Зерновые дают память. Зерновая пища дает память. Ее надо есть с 11 до часу для того, чтобы учиться. Человек поел зерновую пищу раньше. У него тупела голова. Он думает, что такое? Сегодня я не могу что-то прочитать. Он одну строчку читает 5 минут. Он не знает. Он не имел этого знания. Таким образом, знание о чувствах стоит выше, чем знание о чем-то другом. Высшая математика – это хорошо. Но ты не сможешь ее понять, не имея знания о том, что такое чувство. Или ты сможешь ее понять, но не настолько, как мог бы, если бы ты знал об этом. Человек врожденный может иметь концентрацию внимания, хорошую память. Он может много что иметь с прошлых жизней. Но это не значит, что в этой жизни не нужно этим заниматься. Понимаете? Итак, человек должен знать, во сколько кушать. Но если он пытается лечить свое излишнее желание, излишнее желание кушать, он пытается, он понял, что если он ест, он не может сосредоточиться. Он начинает голодать. В результате, что получается? Часто студенты голодают перед экзаменом. Они чувствуют, что у них лучше концентрация. Что получается в результате? В результате этого чувство имеет глубинную память. Она находится в уме. Чувство – это щупальца ума. Чувство запоминает, сколько не доел. Невозможно скрыть от чувств, сколько человек не доел. В результате, они долгое время голодают. Чувство начинает устончаться. Они нервничают. Чувство начинает нервничать. Человек начинает становиться невротиком. У него концентрация внимания усиливается. Но у него все раздражает. И он говорит, я могу это выучить. Но почему вы мне все это мешаете? Почему, папа, ты включил свой телевизор? Почему, мама, ты ходишь рядом со мной? Раньше он не замечал, сейчас замечает. Почему он замечает? Потому что он голодный. Чувства очень обострены. Но память улучшается. Память улучшается. Но ему мешают другие факторы, которые называются психическими факторами. Физическое тело сильно. Оно может что-то помочь как-то. Бодрости больше. Но психически он сильно раздражен. Это не помогает. Потом после экзаменов он начинает обжираться. У него начинает страдать здоровье. Потом для него экзамен просто кошмар. Он когда вспоминает, что экзамен надо сдавать, он думает, надо голодать. Потом объедаться. Потом то, потом все. Потом реанимацию. Ему очень тяжело думать об этом. А в этом экзамене это просто сплошной кошмар. Но ему надо было просто знать, когда кушать, в какое время. И все. Бодрость весь день гарантирована. Как психическое, так физическое. Все. Никаких проблем. Контроль языка. Кушает столько же, сколько кушал, но вовремя. Все. Язык контролируется. Второй момент. Пустые разговоры. Истощают жизненную энергию человека. Когда человек слушает, разум усиливается. Когда человек говорит, разум ослабевает. Однако же, когда человек говорит, разум давит на мой. Мой разум, несмотря на то, что я говорю, мой разум от этого тоже усиливается. Если я говорю пустую информацию, человек слушает, у него в одно ухо влетает, в другое вылетает. Человек отдает свою жизненную энергию из разума. Разум начинает стекать, уменьшаться. Разум означает то, что та сила, которая контролирует все, она дает вдохновение. Я не хочу сегодня учить. А почему? Я не знаю. Мы долго беседовали с приятелем. Я устал. Все. Нет силы. Окончилась сила. Куда делась сила? Выболтал. Вся сила выболталась. Оказывается, это все надо знать. Без знания этих вещей невозможно жить. Даже просто, не обязательно, вы, может быть, уже не расцветете. Но ведь это очень важные вещи. Каждый человек должен учиться всю жизнь. Чему-то мы должны учиться. Надо учиться воспитывать детей, относиться с мужем, остаться на работе, учиться, как правильно жить, как бы не болеть. Это все учеба. Без этого невозможно ничего понять. Без силы в разуме невозможно ничего понять. Пустые разговоры. Как избавиться от пустых разговоров? Скажите мне, пожалуйста, какова самая главная причина пустых разговоров? Откуда они возникают? А? Бездействие. Безделие – это уже результат пустых разговоров. Это уже результат. Лень означает истощенный разум. Нет вдохновения. Тю-тю, кончилось вдохновение. Ничего не хочется делать. Это уже результат пустых разговоров. Нет цели. Нет цели. Результат пустых разговоров. Необходимость в общении. Необходимость в общении. Из этого возникает отупение, да? Тогда вы сейчас все отупеете уже. Вы пришли сюда пообщаться. Вы все отупеете сейчас. Необходимость в общении. Она правильно сказала. Но что, в каком и на общении необходимость? Давайте разберемся. Что значит пустой разговор? О чем мы говорим попусту? Мы говорим попусту. Давайте перечислять. Мы говорим попусту о политике, о друзьях. Мы говорим, обсуждаем друзей. Мы обсуждаем то, как плохо жить на Украине. Мы обсуждаем то, какой самолет в какой дом влетел. Мы обсуждаем, у кого какое здоровье. И кто кого не мог вылечить, а кто кого вылечил. Итак, давайте какие-то другие разговоры мне. Расскажите мне, сколько, как часто в неделю, вот поднимите руку, кто часто в неделю общался о самосознании. Вот только одни разговоры о самосознании. Больше других не было. Поднимите руку. Три человека. Давайте будем честными. Кто каждый день обсуждал кого-то, поднимите руку. Все боятся. Не бойтесь, я же вас не съем. Вот. Кто из вас каждый день говорит о политике? Поднимите руку. Знаете, причина в чем заключается? Причина того, что наш разум теряет силу. Мы не способны понять истину из-за этого, из-за этой причины. Эта причина называется оскорбительное настроение или сознание мухи. Оскорбительное настроение означает, что кто-то виноват в моих проблемах. Оно возникает само, мы его не ждем. Оказывается, оскорбительное настроение приходит каждое утро в наше сознание. В наш разум каждое утро приходит оскорбительное настроение. Потому что за ночь обязательно мы хватаем какую-то плохую карму. Она остается у нас в голове. И мы просыпаемся с недовольным видом, смотрим вокруг. И сразу, в основном, у большинства людей появляется какая-то неприязнь внутренняя, что кто-то виноват. Если человек понимает, что это так, что это уничтожит его счастливую жизнь, он пытается с утра чем заниматься? Не стиркой белья, не изучением математики. С утра он занимается нечем, нечем другим. Если он верующий человек, он с утра садится и начинает читать молитвы. Он концентрируется на Боге. Зачем? Для того, чтобы позитивная сила вошла в его разум. Для того, чтобы убрать эту силу, которая уничтожает всякую способность. Что-либо понять в жизни. Если он не верующий, он повторяет, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. У него в разум входит позитивная сила. Сознание пчелы. Пчела летит только к меду, а ей неинтересно, там испражнения всякие валяются. Муха хочет разобраться в этом вопросе всегда. Она говорит, почему у нас все не так? Надо влететь в испражнения и поковыряться в них. В испражнения каждого человека надо поковыряться обязательно. Почему он обманывает всех? Давайте разбираться будем. Почему он ушел от жены? Почему Алла Пугачева женится на том и уходит от другого? Почему Ельцин пьет? Там еще что-то. Давайте разбираться будем в этом вопросе. Сегодня. И завтра, и послезавтра. Мы будем этим заниматься каждый день. И наш разум останется абсолютно без психической энергии. Он станет абсолютно неспособным ничего пасти в жизни. Оказывается, что когда человек обсуждает кого-то, то он как-то оправдывает свою неудовлетворенность. Если они же виноваты, поэтому мне и плохо. Все. Но оказывается, веды говорят, что мне плохо не потому, что они все виноваты, а потому, что с прошлой жизни, с прошлых жизней, с прошлых наших поступков в наш мозг приходит наказание. А это наказание портит нам настроение. Наказание только в этом и выражается в данный момент. Просто у нас портится настроение. А мы уже находим объект, кто виноват, потом сами. Вот проследите за собой. Всегда бывает именно так, по-другому не бывает. В основном. Сначала плохое настроение, потом скандал. В основном. Иногда бывает, что сначала настроение хорошее, потом кто-то портит. Но это уже другой вопрос. Это тоже вид кармы. Но в данном случае я вам говорю, что 80% всех проблем идет из-за того, что у нас сначала возникает плохое настроение, которое мы не нейтрализуем. Мы не хотим достичь сознания пчелы. Мы не знаем, зачем это надо. Зачем нужен позитивизм мысли? Зачем нужно знать, что счастье есть? Зачем нужно повторять, я желаю всем счастья? За тем, чтобы разум был способен практически освоить информацию. Для того, чтобы один раз увидев, как человек напился, больше никогда не хотелось выпивать. Это означает силы разума. Для того, чтобы один раз увидев, как мучается кто-то человек, который пострадал от того, что он изменил своей жене, больше никогда не хотелось изменять, чтобы от этого, от одного увиденного этого действия. Мы все забываем. Человек метался в предсмертных судорогах и кричал, я жил, я жил зря. Почему такая несправедливость? Ты увидел это. Ты должен на всю жизнь запомнить, что надо жить зря. Но не хватает силы разума, мы забываем все это. У нас не хватает энтузиазма, помните. Энтузиазм означает силы разума. Человек может на десятки лет запомнить то, что он увидел. Память это не означает дважды двадцать четыре, я помню. Нет. Память означает, что сила зашла в разум. Это означает энтузиазм. Человек, у которого сила заходит в разум, он помнит не только механически. Одна женщина женится на том, на ком не надо жениться. Она чувствует, что она зря женилась. Еще до того, как вышла. Она чувствует, что она зря вышла замуж. Еще до того, как она вышла замуж. Но она делает это. И потом, когда она разводится, она говорит себе, никогда, никогда больше я такого не повторю. Если у меня есть это внутреннее чувство, я никогда не буду выходить. Через год она забывает. И она опять выходит замуж точно так же. И опять разводится. Она говорит, почему такая несправедливость? Потому что ты не училась культивировать в себе силу разума. Сила разума означает способность помнить о том, что случилось с тобой в прошлом. Итак, есть чувство. Выше чувство и ум. Знание о том, как действует ум. Это очень возвышенное знание. Человек, который обретает и постигает это знание, он становится святым. Святой означает свет. Он излучает свет. Не тот свет, как электрическая лампочка. Он излучает свет счастья. Когда стоишь рядом с таким человеком, появляется счастье. Это значит, что он святой. Больше не нужно никаких признаков. Когда в глаза Серафиму Саровскому смотрели, люди обретали огромное счастье. Они могли себя сдержать, не прыгали от счастья. Просто люди с толпой хотели посмотреть на него. Они приходили в это место, где он совершал аскезы. Просто смотрели на него, им больше ничего не надо было. Он их ни с кем не разговаривал в основном. Они просто смотрели, они обретали все, что им нужно было получить. Это означает контроль ума. Оказывается, что ум может действовать в двух направлениях. Первое направление ума означает сбор информации. Сбор информации. И в основном этим занимаются в школах. Чему учат детей? Они учат собирать информацию. Наши учителя занимаются этим. Они говорят, ты выучил урок или нет? Не выучил? Два. Выучил? Пять. Все. Сбор информации. Первая функция ума. Низшая функция ума. Низшая. Очень замечательный сюжет из сказки Буратино. Меня он навел на глубокие размышления в детском возрасте. Буратино, когда ему сказали, что там что-то такое было с яблоками, ему сказали, у тебя два яблока, ты отдаешь одно яблоко, у тебя остается одно. Он говорит, а я не отдам одно яблоко. У меня будет два. Я другой аспект математики как бы для себя начал чувствовать. Я понял, что оказывается, как бы вот эта вот арифметика, вот эта вот расчета один минус один равно, там, два минус один равно один. Это все имеет более глубокий смысл какой-то. Понимаете? Или нет? Вас не наводит никаких идей, внутри не возникает? Оказывается, существует с одной стороны, существует просто расчет. Два минус один равно один. Это одна функция ума. Но Буратино действовал на более высокой платформе. Он действовал другой функцией ума, которая называется не просто прием информации, но связь ее с разумом. Он сказал, хорошо, я... Но ему его посчитали глупым. Его посчитали глупым, ему сказали, ну ты просто вычти и все, какие проблемы. Мы же теоретически все обсуждаем. Говорит, нет, я не могу теоретически. Я хочу два яблока, а не одно. Объясни мне, зачем мне одно. Ему не объяснили. Ему не сказали, что существует закон пожертвования, если ты отдаешь одно яблоко, то потом тебе в жизни счастья будет больше, чем ты даже можешь себе придумать. Ему об этом не сказали. Другая функция ума не была учтена. Другая функция ума означает, что ум не просто берет информацию, но направляет ее в разум. Это означает практическое применение того, что ты услышал. Два вида ученых. Один ученый всю жизнь изучал Африку. И второй всю жизнь изучал Африку. Они встречаются. Один изучал Африку теоретически. Он пытался постичь, он очень глубоко изучал, он все слои там, там из почвы там все, он все изучил Африку эту. И второй тоже изучал, но он поехал в Африку. Он хотел практически понять, что такое Африка, просто поехав туда, он хотел там пожить. Он приехал в Африку, увидел там какие-то необычные сооружения. Он увидел там конструкции, которым 15 тысяч лет. Он подумал, что такое. Зачем я буду изучать эти почвы? Я должен понять, что это такое. Вот что это такое? Африка это не почвы, это не реки, которые там текут. Африка означает эти сооружения, которым 15 тысяч лет. Он подумал, это более важно. Он открыл разумную цивилизацию. Его открытие, оно послужило, полностью уничтожило все данные науки. Потому что наука считала, что человеческая жизнь, она шла из западного мира туда, в новый мир. Это считается новым миром. Африканцы это новый мир. С западного мира цивилизация шла туда. Но в западном мире цивилизация, максимальные находки вот этой цивилизации, порядка 12 тысяч лет. Там стоит сооружение 15 тысяч лет. Этот ученый, который приехал в Африку, он действовал с позиции разума. Он хотел изучать Африку тоже. И они встретились, эти два ученых. Тот спросил его, ты знаешь Африку? Он сказал, конечно, там географически это то да с сего. Это вот так, это так. И поэтому, так как это географически так расположено, здесь человеческая жизнь не могла существовать до нашей, до Европы. Он сделал такой вывод. А тот ему сказал, а ты видел, что там в Африке есть такие вот глыбы? Он говорит, это просто ерунда, это ошибка ученых там туда с сего. Он говорит, это не ерунда. Потому что эти глыбы, их анализ показывает, что им 15 тысяч лет. Ну, это все ерунда. Ну, подумаешь, там как-то так произошло, там туда с сего, выточили там аборигены, там постучали. А ты знаешь, что они совмещены так, что невозможно иголкой даже провести? Насколько точная, вот сейчас пойдите домой, возьмите дом любой и попробуйте посмотреть стык камней. Вы увидите, что там нет никакого стыка. Оказывается, от глубины стыка, веды говорят, от того, насколько стык соединений между камнями прочно, долговечность сооружения зависит. Где у нас долговечность сооружения? Сейчас найдите хоть одно. Там везде цемент. Это значит, что все это развалится. Там камни в этих сооружениях, они настолько плотно лежат, что невозможно иголкой даже залезть ни в одно место. Это означает высокоразвитая цивилизация. Эти камни по пятнадцать, по пятнадцать, там, по пятьсот тонн, каждый камень, они абсолютно ровные. один изучал с позиции разума, другой изучал с позиции ума. Для чего я все это рассказываю? Вот смотрите, вы отдаете детей в школы, там учат фактом, но эти факты не проходят в разум. Это означает неудачник. Почему неудачник? Потому что он не сможет эти факты сопоставить с жизнью. Он, допустим, изучает психологию. Я видел много психологов. Они говорят, ну вот с точки зрения банальной эрудиции, там туда все, вот так. Я говорю, ну в жизни так не бывает. Ну ведь мы психологи, а психологи говорим с вами, а не о жизни. А зачем тогда нужна твоя психология, если она не решает проблемы жизни? Так? Почему психология оторвана от жизни? Часто приходишь к психологу, он тебя даже слушать не хочет, он говорит какими-то умными словами, невозможно ничего понять. Он делает какие-то анализы, там расчеты, он тебя тестирует. Кто из вас в жизни гавкал хоть раз? Поднимите руку. Гавкал. Кто в жизни хоть раз? Поднимите. Три человека. Они заставляют гавкать. Если человек никогда в жизни не гавкал, зачем это нужно делать? Понятно. Это же не связано с жизнью. Они поэтому косвенно судят о том, как человек развивается. Как он умеет гавкать или он доставляет рисовать какие-то рожицы, еще что-то. Это все не связано с жизнью. Как-то косвенно можно что-то понять. Но надо человека спросить, ты как к жене, ты как с женой разговариваешь? Ты как с ней, какие словами ее называешь? Объясни. И сразу все становится понятно. Не надо никакие рожицы рисовать. Надо взять просто и в жизнь войти поглубже немножко. Надо спросить, ты как относишься к сыну, как к матери, как к отцу? Понимаете? Это более глубокие вещи. Но еще более глубокие вещи это не то, как человек относится, как надо относиться. Оказывается, это знание, как надо относиться, оно настолько глубокое и тайное, что даже если я вам сейчас скажу об этом, вы все равно не все поймете его. Оказывается, что тонкое тело ума имеет определенную психическую структуру, и эта структура практически не меняется, очень не сильно, немного меняется в течение всей жизни. Это означает, что человека переделать практически невозможно. У него есть определенный психический тип, его переделать практически невозможно. Но в этом психическом типе существуют хорошие стороны и плохие. Человек, который общается с хорошими, он как бы лепестки плохого характера у близкого человека закрываются постепенно, а хорошего открываются. И в результате, несмотря на то, что его общую структуру не изменить практически, можно открыть у него самое хорошее. Но для этого нужно стараться не обращать внимание на плохое. Но чем занимаемся мы? Мы каждый день обращаем внимание только на плохое. И потом жалуемся о том, что нам плохо жить? Почему мы так поступаем? Потому что у нас нет сил обращать внимание на хорошее. Мы не можем. Я вам сейчас сказал об этом, но все равно будете домой, придете, будете ворчать. Неправда. Значит, у вас что-то изменяется. Значит, но кто-то будет ворчать, придет все равно. Это означает, все, кто будет ворчать, поднимите руку, со мной не согласны. Есть искренние души, кто-то будет ворчать. Спасибо вам. Это так. Я тоже не могу сказать, что я достиг совершенства и никогда не ворчу. Но это не самое лучшее, что в нашей жизни должно быть. И так ум может фактическую информацию принимать, а также может использовать эту информацию для того, чтобы подавать в разум. И эта передача информации в разум называется улучшение своего характера. Любая информация может улучшить характер или ухудшить его. Когда человек просто сидит, он сидит, вот преподаватель преподает ему высшую математику. Человек, который настроен правильно, он будет слушать высшую математику, но от этого будет улучшаться его характер. Это феноменально. Он будет запоминать эти высшую математику одновременно, он будет вырабатывать хорошие качества характера. Что в результате получится? Этот человек, который вырабатывает все хорошие качества характера, он станет выдающимся ученым. Почему? Потому что ничто не помешает ему в жизни достичь этого результата. Не будет помех. Тот человек, который не вырабатывает свои хорошие качества характера, он просто фактически запоминает материал, он обречен на поражение, потому что его разум сохнет от этого. Он не знает жизни. Итак, ответьте мне на вопрос, как сделать так, чтобы, слушая просто знания математики, просто слушая любое знание, которое будут преподавать, как сделать так, чтобы все хорошие качества характера развивались автоматически. И человек, который, как вот сказал мой товарищ, ассистент, как он сказал, что даже человек, который не имеет столько интеллекта, он достигнет больших успехов, если он знает этот секрет. Что за секрет? Что надо делать? Слушать, а слушание, вы сказали слушать, слушание это не дешевая вещь. Слушание это результат, работа над собой. Это самая, это самая кульминация достижений. Человек, который способен услышать истину, это высокий уровень сознания, очень высокий уровень сознания. Не думайте, что это так просто. Вы все слушаете, но не каждый изменит свою жизнь после этой лекции. Способность слушать это уникальная вещь. Не думайте, что это так просто. Что человек должен делать? Концентрировать внимание. На чем? Человек концентрирует на чем-то внимание, в результате эта сила входит в его ум. На чем концентрировать внимание? А? Ну давай, давай быстрее. На чем концентрировать внимание? На том, что слушаешь. В результате факты запомнить тебя. Ты станешь роботом. Волга спадает в Каспийское море. А еще ты что-то знаешь? Знаю, что она впадает в Каспийское море, но, допустим, в другая река не впадает. Раки по 5 рублей очень большие, но по 5. По 3 рубля но маленькие, но по 3. Думаю, выбирай. По 5 рублей большие, по 3 рубля маленькие. Все. Чисто информационное закрепощение ума. Абсолютная сухость сознания. Концентрация внимания на материале приводит к этому. Какие другие варианты? А? Что? Вкус. Ну, вкус это уже развитый разум. Как вот иметь вкус просто? Сейчас я вам скажу. Просто возьмите и получите вкус, допустим, уйти в монастырь. Ну, давайте сейчас возьмите этот вкус. У вас его нет. Это невозможно? Это не дешевая вещь, иметь какой-то вкус к чему-то. На чем же концентрироваться? Вы все учились, но вы не знаете, на чем надо концентрироваться, чтобы получить все хорошие качества характера. управлять собой. Что это значит? Давайте разбираться. Что значит управлять собой? Кто я? Некоторые считают себя телом, управляют собой, телом управляют. Некоторые считают себя праной, они управляют собой, они дышат. Некоторые считают себя чувствами, они управляют собой. Пам-пам-пам-пам-рым-пам-пам. Некоторые считают себя умом, они управляют собой, они говорят, я Я спокоен, я спокоен. Некоторые считают себя разумом, с этого начинается человеческое существование. Некоторые считают себя разумом, но надо считать себя душой. Это еще более высокий уровень. Считать себя душой означает жить бескорыстно. Это очень трудно сделать. Считать себя разумом означает, что я должен постичь истину. Управлять собой значит пытаться постичь истину. Поэтому оказывается, что человек должен изо всех сил учиться уважать того, кто дает знания. Изо всех сил должен, в то время, когда он рассказывает, он должен изо всех сил учиться уважать. Подумать, вот гад, сейчас хочешь, чтобы его уважали. Нет, я вам говорю, как веды говорят, вы можете меня не уважать. Веды говорят, надо изо всех сил учиться уважать. А тот, кто рассказывает, должен изо всех сил уважать и учиться уважать того, кому он рассказывает. В результате, если он учится изо всех сил уважать того, кому он рассказывает, этот человек, он получает знания, информацию получает. А? Да. Если он читает полную ерунду даже. Вот смотрите, он читает полную ерунду, вы начинаете его уважать. В результате, что произойдет? Вы не потеряете трезвость разума. Вы останетесь... Что такое полная ерунда? Как определить, полная ерунда или нет? Вот смотрите, один человек слушает, и он... У него он не тревожится во время слушания. Он спокоен. Хотя он знает, что это ерунда. Он спокоен, он не тревожится. Другой человек нервничает, он не может слушать. Как определить, кто знает, что это ерунда? Тот, кто нервничает, или тот, кто спокоен? Он не может слушать, ему тяжело, он нервничает. И другой спокоен. Он знает, что это ерунда, но он слушает. Как определить, кто нервничает, знает, или тот, кто спокоен? А? Оказывается, что... Очень просто. Оказывается, что когда разум заполнен эгоизмом... Внимательно слушайте. Эгоизм это сила, которая дает боль. Чем больше эгоизма в теле, тем больнее чувствительнее тело. Чем больше эгоизма в пране, тем меньше человек соглашается что-то делать. Ему говорят, иди туда, сходи. Он, э, мне плохо, у меня вялость. У него много эгоизма в пране. Когда много эгоизма в уме, человек очень капризничает много. У него характер плохой. Много эгоизма в разуме, как определить? Много эгоизма в разуме означает, что когда кто-то что-то говорит, не то, что ты знаешь, возникает чувство сильной боли. Он начинает нервничать, ему тяжело очень сидеть. Это означает много эгоизма в разуме. Неспособность слушать очень тяжело. Я не согласен с вами. Ну и что? Ну сиди спокойно, не согласен, не согласен. В чем проблема? Я тоже не согласен с тем, что вы не согласны. Но это ничего не меняет. Почему так хочется говорить, кричать, ругаться? Это означает несостоятельный разум, эгоизм в разуме. Веды говорят, два мудреца собрались спасти истину. В споре, веды говорят, споре истина не рождается. Она расстается в дискуссии. Чем спор отличается от дискуссии? Два мудреца садятся, начинают обсуждать истину. У каждого из них есть ученики. Если один из мудрецов вышел из равновесия, ученики этого мудреца переходят на сторону того, кто не вышел из равновесия. Это означает сила разума. Если тот, кто подавал истину, вышел из равновесия, он рассказывал, другой слушал, он начал нервничать. Это значит, что его разум эгоистично настроен. Он не способен постичь истину и передать ее другим. Все, ученики сразу переходят на сторону другого. На этом все закончено. Начался спор. Как только начался спор, на этом все закончено. Человек потерпел поражение, он начал спорить. Больше с ним никто не будет общаться. Почему? Потому что он не знает истину. Истина находится в сильном разуме. Истина не может в чистом от эгоизма разуме. Истина не может находиться где? В слабом разуме она не может находиться. Истина означает сила. Человек истинно означает связь со счастьем. Только сильный разум способен насти высшее счастье. Как только человек начинает нервничать, значит у него нет знания. У него эгоистично настроенный разум. Дальше. Они оба не спорят. Они обсуждают. Что происходит дальше? Один из них убеждает другого. И тот говорит, я теперь ваш ученик. Я теперь ваш ученик. И я хочу у вас учиться. Поэтому, пожалуйста, возьмите также меня и с моими учениками. Вместе. Учите меня. Кто из них более разумный? Тот, кто стал учеником или тот, кто взял его в ученики? Загадка. Тот, кто стал учеником, точно очень разумный. И тот, кто взял его в ученики, тоже точно очень разумный. Потому что если разумный человек становится учеником, он никогда не будет становиться учеником неразумного. Как определить, что они оба разумные? Во время дискуссии они никогда не вышли из равновесия. Это означает сильный и чистый разум. Способность слушать. Самое главное качество человека. Оно отличает человека от животного. Человек превращается в животного в тот момент, когда он перестает иметь способность слушать даже ту информацию, которая ему неприятна. Или она, он считает ее ложью. Один святой человек по силу своей кармы очень сильно заболел. Он лежал в постели. И ему в этом месте, где он был, он ездил проповедовать, в этом месте, где он был, не было нормальных врачей. Но внутреннее чувство подсказывало ему вызвать врача, потому что он не находил больше другого способности выздороветь. Ему казалось, что он не знает, как выздороветь, и ему не хватало своей кармы. Или просто не знаю почему. Он вызвал врача, тот посмотрел, пощупал пульс, он был пьяный. Врач, который пришел, был пьяный. Этот святой человек знал, что пьяный человек не может дать истину. Но он, будучи разумным человеком, не выгнал его. Его ученики уже нервничали. Почему он общается с пьяным врачом? Что он может дать? Этот пьяный врач полубреду сказал, извини, я такой пьяный, он раскаялся. Это значит, что он уже может дать что-то. Раскаившийся человек очищает свой разум. И дальше он пощупал пульс, и он сказал, лекарства тебе не помогут. Тебе надо просто сейчас начать потихоньку двигаться и гулять все больше и больше. Он назвал ему время прогулок и сказал, когда надо начать гулять. Обычный человек просто посмеется, скажет, что пьяница может понять. Обычный человек. Но в чем заключается признак разумности? Разумный человек способен взять истину. Даже ее где-то очень мало. Такого человека в ведах называют парамахамса. Парамахамса означает пара, подобный. Махамса означает хамса, значит парама, подобный. Хамса означает лебедь. Оказывается, что у лебедя есть два качества, которыми он отличается от других животных и птиц. Первое качество. Он способен из воды, вот в воде, если вы разольете молоко, он способен взять молоко из воды и при этом не взять воду. Он всасывает воду в себя и выпускает ее, но остается молоко. Он выпьет все это молоко, которое разлилось в воде. Это означает, что человек, который имеет чистый разум, он способен взять истину, даже когда ее очень мало. Он будет внимательно слушать и возьмет истину. В том источнике информации, которыми практически нет, он возьмет суть. Это означает высший уровень сознания. Второе качество лебедей заключается в том, что они никогда не бывают там, где очень громко кричат. Они всегда бывают в тихих местах. Это означает, что разумный человек не будет общаться с теми, кто погряз невежестве, кто постоянно сплетничает. Разумный человек будет искать общество тех, кто говорят об истине. Понимаете? Два качества разумных людей. Почему разумный человек не хочет идти туда, где сплетничают? А потому что у него сознание пчелы. Ему незачем сплетничать. Он хочет позитивного знания. Он хочет быть счастливым. Ему незачем уничтожать свою жизнь тем, что он будет разговаривать о всяких глупостях. Понимаете идею? Итак, вы ходите, многие учатся. Люди пришли, допустим, или учитесь, или вы хотите дать знания своим детям, как правильно учиться. Мало детей здесь сидит. В основном люди хотят помочь своим детям, пришли. Первое знание означает, что человек должен научиться уважать любого преподавателя, который ему дает знания. Если он научится уважать, даже если он во время урока не получит никакого знания, и он уже все это знает, или преподаватель не квалифицирован, если он научится его уважать, то он в это время, в течение этого урока, получит всю информацию, во-первых, которую тот давал, потому что уважение означает чистый разум. Когда человек уважает кого-то в это время, вот смотрите, допустим, вы как проверить, у меня сейчас разум чистый или нет, ты находишься рядом с каким-то человеком. И как только ты начал его уважать по-настоящему, твой разум очистился полностью от эгоизма. И в это время вся нужная информация войдет в разум сама. Не нужно пытаться запоминать. Она войдет сама, и усвоится то, что нужно. Все отфильтруется разумом чистым, отфильтруется все само. Нет никаких проблем слушать того, кто не знает. Проблема заключается в неуважении. Итак, человек способен уважать. Он слушает учителя, который имеет очень плохой характер, и он пытается уважать его изо всех сил. Что происходит в результате? В результате, за один этот урок, он изживает у себя те плохие качества характера, которые он должен изжить. А как определить, что именно те он изживает? Это очень просто. Оказывается, если человек нервничает при виде другого человека, значит у него в скрытом виде, в скрытом от его сознания виде, есть те же самые качества характера, что и у того человека, который вызывает у него гнев. Потому что ум всегда реагирует только на то, что имеет. Вот смотрите, допустим, один феномен такой. В лифте едут трое. У меня были такие случаи в жизни. В лифте едут трое. Один мой друг бросил курить. Он бросил курить года три назад. И мы ехали рядом с курильщиком. Мне было все равно, курит или нет. Ну просто неприятно и все. Ну нормально, надо терпеть. Никуда из лифта же не выпрыгнешь, правильно? Надо терпеть. Никуда не денешься. Но этот второй мой друг, он не мог терпеть. Он нервничал очень сильно. Он говорит, почему ты здесь куришь? Мы не курим. Мы ведем чистый образ жизни. Почему ты нас грубишь? Ты на нас дымишь? Человек ничего не понял. Он вышел, он ошарашен. Думал, какие они наглые эти некурильщики. Лучше курить, чем быть таким хамом. Почему он нервничал? Потому что эта связь с курением у него приобрела отрицательный знак. Оказывается, есть два вида негатива. Первое, положительное притяжение. Человек хочет курить, он курит. Второе, негатив, сильное отвращение. Вот смотрите, жена, допустим, не курит, муж курит. Жена ненавидит мужа за то, что он курит. В следующей жизни, мужчина, который курит, отравляет свою жену табаком. В следующей жизни рождается женщина, которая не курит. А жена, которая ненавидела своего мужа, рождается мужчиной, который курит. И все они меняются местами. Это описано в Ведах. Допустим, женщина ненавидит своего мужа, который пьет. В следующей жизни они меняются местами. Женское тело предназначено для отработки кармы, мужское для накопления. В результате эта женщина в следующей жизни начинает пить. И эта ненависть вся выходит. Каждый человек должен получить свои желания назад. То есть, он ненавидит кого-то, он должен быть удовлетворен. Ненависть должна быть его удовлетворена. В результате следующей жизни ему надо родиться пьяница для того, чтобы удовлетворить свою ненависть по отношению к своему бывшему мужу, который теперь становится женщиной и страдает точно так же, как и ты в прошлой жизни. Это называется законом кармы. Итак, передо мной мой учитель, которого нет хороших качеств характера. Человек, который изучает эти вопросы, знает, что не случайно так произошло. Я должен его внимательно слушать. Я должен пытаться смиренно относиться к его недостаткам. И я искореню в это время все свои недостатки характера, которые связаны с этим человеком. Каждый человек, каждое событие является в судьбе, учит нас, как жить. Поэтому нет причин не слушать того учителя, который говорит ерунду. Однако же, слушая, человек не должен привязываться. Это тоже признак глупости. Что значит привязываться? Это означает, получив, приняв информацию, не проверить ее на практике. Трезвое слушание означает сильный разум. Когда кто-то, кого-то... Есть эмоциональные такие системы. Есть эмоциональные системы такие, которые завлекают людей. Люди становятся фанатиками. Что это означает? Они собираются все вместе и говорят. Мы хорошие! Кричат очень сильно все вместе. Мы хорошие! Вы должны нас любить! Все вы должны нас любить! Они кричат. Зачем? Оказывается, они в результате этого крика пробивают друг у друга разум. Этот разум, разум имеет силу стабильности. Сила стабильности нужна разуму для того, чтобы оценить информацию. Зачем ее оценивать? Потому что разум это самое главное в жизни. Если ты свернулся с одного пути и встал на другой, вся жизнь твоя поменяется полностью. И просто этим диким криком пробивается разум. Поэтому веды говорят, там, где разбеседуют истерично, там, где объясняют не в состоянии уважения друг к другому человеку, таких людей не нужно слушать, потому что они пробивают твое понимание вещей, они уничтожают твой разум. Поэтому преподаватель, который истерично очень общается, его не нужно слушать. Нужно просто мысленно просить у него прощения в это время, вырабатывая все хорошие качества характера. Но если преподаватель дает знания в спокойном состоянии ума, нет причин его не слушать, потому что он дает возможность оценить информацию, взвесить ее, дает возможность принять ее своим собственным разумом. Это только маленькое вступление. Я не могу всю тему осветить, к сожалению. Итак, мы с вами дошли до определенного момента. Оказывается, воспитание хороших качеств характера важнее, чем получение информативного знания. Поэтому надо настраивать своих детей на то, чтобы они учились воспитывать себе хороший характер, объяснять зачем. Тот человек, который воспитывает себе хороший характер, но не имеет каких-то особенных данных в учебе. Он не имеет, у него нет способности аналитического мышления, памяти очень хорошей. Но он воспитывает себе хорошее качество характера. Его оценки в дневнике 3, 4, 3 с минусом, 2, 5 с минусом. Вот такие, да? Но родители говорят ему, это не главное. Оценки в твоем дневнике, это не главное. Главное, чтобы ты научился любить людей, которые тебя окружают, ребят, которые тебя окружают. Ты должен смиренно относиться к преподавателям, уважать их очень сильно. В этом заключается главное. И тогда ребенок скажет, ну почему? Ведь диплом у меня будет с тройками, я не смогу никуда поступить. Я не смогу дальше учиться. Он говорит, и в этом заключается его иллюзия. Оказывается, способность учиться зависит от силы характера. Человек, который воспитывал в себе хороший характер, он может, несмотря на троечный диплом, подготовиться хорошо к экзаменам. Почему? Потому что у него есть сильное вдохновение. Вдохновение означает сила разума. Это не означает знание информации. Человек, который имеет силы характер, сильный характер всю жизнь с себе может перевернуть. Пусть даже он не поступит в институт. Но если он воспитывает свой характер, он придет на работу, устроится младшим каким-то там, каким-то очень маленьким сотрудником на эту работу. Он, допустим, в юридической консультации будет мыть полы. Он хотел быть юристом, но он в юридической консультации будет мыть полы. Если он воспитывал в себе хорошие качества характера, юрист сразу это заметит. И он возьмет его помощником. Ему захочется, чтобы тот ему помогал, потому что это очень хороший человек. Ему не надо быть уборщиком, ему надо быть помощником юриста. А потом этот юрист увидит, и этот помощник юриста начнет получать квалификацию, потому что он будет общаться с этими вопросами. Дальше, так как он получает квалификацию, его никто оттуда не отпустит, скажет, что ты хороший. Дальше что сделают? Ему дадут деньги, чтобы он учился, и повысят его специально по службе, потому что нам такие люди нужны. Человек же, имея очень хорошее образование, но при этом не имея хороший характер, он испортит со всеми отношения и будет бегать из одной работы на другую, показывая всем свои дипломы. Его будут по дипломам, по этим принимать, по одежке судят, провожают по уму. Ему по дипломам будут принимать, а потом отфутболивать по его характеру. И так он будет скитаться всю свою жизнь, не понимая, почему так происходит в жизни, какая несправедливость. Я так долго учился, но не тому. Поэтому человек, который не способен... Я учился на тройке-четверке в институте. На тройке-четверке. Один раз меня хотели выгнать из института. Но помешал один факт. На четвертом курсе меня хотели выгнать, помешал один факт. Я в это время лечил сына проектора института. Поэтому меня не выгнали. Декан узнал об этом, он не выгнал меня. Я не мог учиться сильно хорошо, потому что мне было некогда, мне надо было людей лечить. Понимаете? Надо было учить лечиться, учиться лечиться, лечить людей. А это значит, надо общаться с людьми. Большую часть времени приходилось общаться с людьми. Некогда было учиться в институте. Понимаете? Я учился, потому что это знание необходимо. Надо знать анатомию, физиологию и все прочее. Потом мне пришлось все восстанавливать и глубже изучать, потому что жизнь доставила. Невозможно вылечить человека, не зная предмет. Вдохновение приходит от желания вылечить. Другой человек учится для того, чтобы занять должность. Он учится, ему хочется чего? Быть врачом означает уважаемым человеком деньги. Дальше чему ему хочется? Ему хочется быть главврачом. Зачем? Потому что это слава. И больше того, гарантия успеха в жизни. Квартира там и все прочее, машина. Дальше чему ему хочется? Ему хочется еще, еще, еще вот этого. Но это не означает лечение. Это означает нечто другое. В результате может он стать хорошим врачом или нет? Почему? Потому что он не хотел развивать себе хорошее качество характера. Основное качество характера врача – это сострадание, а не способность много знать. Сострадательный человек способен вылечить, даже если он вообще ничего не знает. Я знаю несколько бабушек, которые просто смотрят на человека, и он выздоравливает. Почему? Потому что у них настолько сильно сострадание, им делать больше ничего не надо. Я когда увидел такую бабушку, мне плохо стало. Потому что насколько человек действительно способен помочь другому, что я ничто по сравнению с ней. Просто ноль. Понимаете? Потому что столько сострадание, что человек выздоравливает, просто она сидит, разговаривает. Я говорю, как же вы лечите? Она говорит, да никак, я просто хочу, чтобы этот человек выздоровел, и все. И он выздоравливает. Вот и весь секрет. Но эта бабушка не училась в институте. Она всю жизнь пыталась помогать людям. Понимаете? В этом и заключается разница. Она культивировала себе другое качество ума, другое состояние ума, которое называется связь с разумом. Итак, знание о том, что такое разум, является более высоким, что знание, что такое ум. Разум – это сила, которая стремится к счастью. Веды говорят, что человеческая жизнь предназначена для культивирования разума. Человек, который этого не понимает, он не способен быть счастливым, потому что разум дает возможность направить себя к счастью. Оказывается, сам разум не может к счастью направиться, это вмешает наша прошлая карма. Она давит нам на разум, и в результате этого поступает такая ситуация, что я не могу быть счастливым, хотя хочу. Надо культивировать в себе силу и чистоту разума. Что вознеет, чистота разума или сила? Чистота. Потому что у людей бывает сильный и упрямый разум. Он не хочет ничего слышать. Он живет по-своему, и поэтому он обречен на деградацию такой человек. Очень упертый в одном направлении. Есть чистый разум, но может быть слабый. Чистый разум означает способность слушать истину. Слышать, где есть истина, а где нет. Чистота важнее. Таким образом, обучение тому, как усилить и очистить свой разум, стоит выше обучения тому, как воспитать себе хороший характер и как получить информацию. Это более высокое знание. Что мы знаем об этом? Практически ничего. Оказывается, что когда человек просто рано утром обливается с головой под холодным душем и при определенных ситуациях то же самое делает вечером теплым душем, то в этом случае его способность понимать, что такое хорошо и что такое плохо увеличивается во много раз. Кто из вас знал об этом? Поднимите руку. Несколько человек. Почему? Потому что вода, оказывается, она действует не только на кожу, она действует также и на ум, и на чувство, и на разум. Почему, когда мы обольемся под прохладной водой, улучшается настроение, появляется ощущение бодрости и способности лучшее учиться? Все знают об этом? Поднимите руку, кто об этом не знает? Есть такие люди? Один человек не знает, что бодрость появляется после души. Мы наоборот. Я извиняюсь тогда. Итак, вот смотрите. Вы способны каждый день обливаться под прохладным душем? Нет. Каждый день рано утром кто-то способен, кто-то не способен. Поднимите руку, кто не способен. Знаете почему? Потому что вы не знаете, зачем это нужно. Это означает очищение разума. Без этого, веды говорят, без этого чистота разума, чистым разум быть не может. Зачем нужно иметь чистый разум? Затем, чтобы различить, где счастье. У нас в жизни постоянно есть выбор действовать так или действовать так. Мы не можем разобраться. Человек должен научиться выбирать. Чистота разума дает возможность. Появляется сильный энтузиазм действовать именно в этом направлении. Как определить, что оно истинное? Чистота разума является залогом. Есть еще другой залог. Есть еще другой способ очищать разум. Он означает выбрать себе истину. Выбрать себе знание, которое приведет меня к истине. Вот смотрите, мы слушаем все подряд. Все, что нам не говорят. Вы что сюда пришли? Вас же дурят. Я же, очкарик, я же вас дурю. Вы зачем сюда пришли, господа? Оказывается, что это неправильно. Человек должен слушать того, кого он знает, что будет истина. Оказывается, что человек должен изучать, где истина, он не должен слушать всех подряд. Я не знаю, зачем вы сюда пришли. Я сюда пришел для того, чтобы передать что-то, что у меня есть. Но так или иначе, это не способ. Не надо ходить везде, надо сначала изучить, что за человек, зачем, почему он говорит об этом, каким знанием он руководствуется. Знание является основой для передачи информации. Оказывается, есть одна сила, которая точно проверяет истинное знание, это или нет. Как определить, что это за сила? Что это за сила, кто знает? Время. Время. Оказывается, ложное знание не будет долго жить. Истинное знание живет очень долго, потому что оно всем нужно. Ложное знание быстро забывают. Вдохновение это сила, которая преодолевает время. Вдохновение находится в разуме. Если знание очищает разум и вдохновляет его, значит, это вдохновение будет передаваться от одного человека к другому, который будет передавать это знание с помощью этой силы вдохновения. Вдохновение означает связь разума с источником счастья. Что такое разум? Это знание о том, что такое счастье. Разум состоит из этого знания о том, что такое счастье. Если счастье очень мало, знание затухает. Если счастья очень много в этом знании, значит, знание не затухнет со временем, потому что оно будет передаваться от одного человека к другому постоянно. Таким образом, древнее знание является успехом уже. Древнее знание означает успех. Веды только записаны пять тысяч лет назад. Сами же веды указывают на ту информацию, которая была передана сотни тысяч лет назад. Они сами веды об этом говорят. Ведь в ведах описано столько всего интересного, что невозможно и точного, что невозможно даже себе представить в своей голове. Оказывается, знание Солнечной системы полностью расстояние до планеты описано в ведах пять тысяч лет назад. Ученые сейчас открывают это все и удивляются, как это так. Возможно, что те люди, они это все уже знали. Понимаете? Вот это вот то, что я вам сейчас рассказываю, это не моя выдумка. Я это взял из вед. Я не хотел ничего открывать. Я не хочу быть первым открывателем, потому что это глупость. Невозможно ничего открыть, все уже есть. Любое знание уже есть. Как определить, почему именно древнее знание? Очень просто. Если счастье есть, если счастье есть, это значит, что оно должно поддерживаться какой-то силой. Если счастье есть в этом мире, как оно может быть так, чтобы его никто не хранил? Так? Ну, если счастье есть, его не хранят, значит, его нет. Вы согласны со мной или нет? Если счастье есть, если вы верите, что счастье есть, значит, какая-то сила должна его беречь. Вы согласны со мной или нет? Если это сила есть, которая его бережет, значит, она сверхчеловеческая, потому что люди могут уничтожить все, что хочешь. Да? Они могут ядерную там бомбу бросить, все разгромить. Сила должна, которая свыше должна давать счастье, это счастье должно приходить свыше. И веды говорят, поэтому, так как счастье есть, существует знание, которое находится выше платформы людей. Это знание передано свыше планет, ведическое знание передано свыше. Если ты веришь, что счастье есть, значит, ты веришь, что действительно это возможно. Потому что если счастье есть, оно должно охраняться. Это значит, постоянно на нашей земле должно быть какое-то знание, которое гарантирует тебе, что ты сможешь иметь счастье. Постоянно оно должно быть. Понимаете? Таким образом, если человек принимает какое-то знание, не обязательно веды, знание, которое проверено временем, христианство, мусульманство и так далее, есть много учений, которые проверены временем. Если человек это знание взял на вооружение, которое проверено временем, у него есть гарантия, что он не ошибется. В результате, что он делает? Он очищает свой разум. Как это происходит? Разум полон эгоизма. На нас влияет прошлая карма. она говорит, действуй так, думай так, делай так, как ты считаешь нужным. Дальше. Но я там в этом знании написано вот так. Мне хочется делать так, там написано так. Что делать? Я принимаю то, что там написано. Почему? Потому что я не доверяю своему разуму. Я испытываю сейчас счастье или нет? Я есть разные уровни счастья. Веда описывают. Бывает такое счастье у человека внутри, что оно в тысячи раз выше, чем у всех остальных людей. Он настолько счастлив, что у него внешние признаки этого счастья налицо. Он испытывает огромное состояние счастья. Это значит, он знает истину. Так говорят веды. Потому что истина это счастье. Итак, есть люди, которые знают счастье. И это значит, что существует сила, которая дает им возможность постоянно находиться в этом состоянии. Надо спросить их, откуда они черпают свою силу. Понимаете, о чем речь идет или нет? Значит, есть сила, она дает возможность им иметь чистый, сильный разум. Кто из вас постоянно имеет счастье сейчас? Все. Значит, вы на вершине. Если, конечно, вы его действительно имеете. Потому что человек часто ошибается, ему кажется, что он очень счастлив, очень сильно. Но веды дают классификацию, как определить более счастливого человека, менее счастливого. Кто из вас испытывает голод? Кто из вас может никогда не хотеть кушать? Поднимите руку. Дальше. Кто из вас может никогда не хотеть спать? Кто из вас может никогда не нервничать? Кто из вас может никогда не выходить из равновесия, даже если сильное горе или сильное счастье? Никогда не выходит человек из равновесия? Это значит, что его внутреннее счастье настолько сильно, что оно пересиливает желание кушать, желание спать, желание заниматься сексом, желание нервничать и так далее. Этот состояние называется состоянием самадхи. Человек уже ничего не хочет, потому что он всего достиг. Он абсолютно счастлив. Таким образом уровни счастья бывают разные. Если человек изучает эти уровни счастья, они описаны в ведах, то он знает, что он не такой счастливый, как там написано. Это значит, что мой разум грязен. Если бы он был чист, тогда я бы испытывал это состояние. Это значит, что веды имеют больше знания, чем я, потому что они уже описали это счастье, а у меня в голове его еще нет. Таким образом человек просто делает вывод, что если я хочу так, а веды говорят так, это значит, что я действую согласно ведам, потому что я хочу быть счастливым. Это называется процесс очищения разума, принятый у всех мудрецов, всех народов. Любое учение, возьмите, вы увидите, что он существует. Это означает способность удержать себя в ключе определенного знания. Крошка сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Это означает, что есть вещик, есть знание о том, что есть что-то хорошо, это всегда, это неизменно. Есть что? То, что неизменно, всегда плохо. Это означает писание, определенный вид знания, который нужно просто следовать, которому всю жизнь. Однако же, человек, который будет пытаться так делать, он поймет, что наступает такой момент, когда он не может следовать. у него нет сил, потому что судьба, в судьбе у нас всегда есть такие периоды, когда человек не способен следовать чему-то, его перекрывает. Поднимите руку тот человек, у которого никогда в жизни не было такого периода, чтобы он не добился того, чего он хочет добиться. Есть такой человек? Ни одного не подняло? Но если бы один поднял, я бы вам сказал, чтобы я ему ответил. Значит, у вас все еще впереди. Потому что, согласно ведическому знанию, практически не бывает такого в жизни. Планеты действуют по кругу, циклами. И обязательно наступает такой цикл, когда самые плохие планеты, все встают вместе в один ряд. И это значит, что ни одна, характер планет, каждая из планет сильнее нас. Характер каждой из планет сильнее нас. Это значит, что эти планеты способны пробить его спокойствие, вывести его из равновесия, сделать его несчастным. Понимаете идею или нет? И в этом состоянии сознания человек не способен будет следовать знанию. И веды говорят, чтобы поддержать способность следовать знанию в себе, для этого человек должен еще знать одну вещь, которую он должен культивировать в себе постоянно. Как называется эта вещь, кто знает? Смирение, это понятно, это уже означает сила разума. Смирение, это самая лучшая черта характера, которая характеризует высочайшее развитие разума. Если человек способен постоянно быть смиренным и уважительно относиться ко всем, значит, он высочайшим образом разумен, и значит, он может быть духовным учителем всех. Так говорят веды. Теперь, что надо делать, чтобы не выйти из равновесия? Чтобы, по крайней мере, войти в равновесие. Ну, не сможешь ты добиться, потому что наступает период, и рушится все у тебя. Период астрологически плохой наступает, все рушится в жизни. Уважение к планетам, это уже ближе. Есть еще более точное понимание вещей. Правильно он говорит, уважение к планетам означает правильное отношение, означает отношение. Но есть еще более близкое правильное понимание вещей. Но человек в плохом периоде теряет способность видеть Бога. У него нет возможности в плохой период выступать. Общение. Кто сказал общение? Поднимите руку. Это мудрец. Это мудрец. На самом деле, оказывается, человек, который имеет плохой период в жизни, он должен пойти к тем, он должен иметь, потому что в этот период даже идти никуда не хочет. Он должен иметь сильную привычку идти туда, где общаются между собой возвышенные личности. Он должен иметь привычку и просто ноги его сами автоматически должны туда привести. В результате за пару часов он полностью нейтрализует влияние всех своих плохих планет, потому что сила разума этих людей наполняет его сознание. Все. Понять эту истину, что общение, хорошее общение является самым важным в нашей жизни, самым важным в нашем жизни, понять это могут только немногие люди, лишь те удачливые люди, которые действительно понимают, как нужно культивировать в себе силу и чистоту разума. Многие из вас очень с большим трудом вырвались на лекцию. Кто-то не пришел, говоря, ну мне же некогда. Мне некогда на лекцию пойти, потому что много дел, надо стираться, убираться там, то-то-сё. Это означает нет этого знания. Некогда означает, что есть более важные вещи, чем общение, которое дает понимание, что такое жизнь, как правильно жить. Есть что-то более важное значит в этом случае, да? Нет. Более важного ничего нет в нашей жизни, потому что наступает такой период жизни, когда становится очень плохо. И надо знать, как правильно действовать, иначе не будешь счастливым, просто будешь уничтожен этой силой. Таким образом, выше позитивного общения не существует ничего. Человек, который не смог себя пересилить и пойти на лекцию, это значит, что он не понимает этих вещей. Не обязательно мои лекции, он должен куда-то пойти, хотя бы два раза в неделю. Он должен посещать то место, где ему будут говорить о том, как надо правильно жить. где он будет общаться на эти темы, хотя бы два раза в неделю. И тогда его успех в жизни гарантирован. Этому надо учить своих детей. Ребенок, который ходит в школу, он должен ходить хотя бы два раза в неделю туда, где дают знания о том, как надо правильно жить. Он гарантирован успех в его жизни. Потому что, если даже ему после школы предстоит период, когда он должен колоться наркотиками и должен спиться, он все равно не сопьется. Потому что ноги его приведут туда, где нейтрализуют эту силу. Каждый день он будет туда ходить. Когда плохой период наступает, он должен каждый день поддерживать себя с утра и до вечера он должен помнить, что ему сказали. Каждый день хотя бы на 10 минут он должен пообщаться с теми, кто имеет силу. Его успех в жизни гарантирован. Понимаете или нет? Это очень важные моменты, которые надо знать. Теперь следующий момент. Мы с вами сейчас обсудили разные виды знания, чему надо учить себя и чему надо учить своих детей. Теперь существует знание о том, как добиться способности поддерживать себе силу разума. Мы говорили о чистоте разума сейчас, теперь о силе разума. Оказывается, что существуют вещи, которые уничтожают силу разума напрочь. Одно из них я вам сказал, дурное общение означает сплетни. Человек, который хочет поддерживать себе силу разума, означает справиться с дурной привычкой, означает научиться общаться с женой или с мужем, если это практически даже невозможно. Означает научиться воспитывать своих детей, даже если они совсем не слушаются. Означает остаться на работе, даже если тебя хотят выгнать. означает вылечиться, даже если про болезнь неизлечимая. Означает иметь способность деньги, даже если по судьбе их не положено иметь. Это означает сила разума. Сила разума означает все это. И теперь у меня к вам вопрос. Кто действительно уделяет в своей жизни очень много внимания тому, чтобы постоянно ругать себя за то, что ты плохо думаешь о ком-то. Это значит, что у вас есть гарантия у этих людей, что все эти моменты, которые я перечислил, будут в жизни решены. Все. Просто уметь ругать себя, каяться за то, что ты о ком-то плохо сказал и подумал. Этого достаточно. Но существуют еще другие вещи, которые дают очень многие моменты, решают очень многие моменты. Оказывается, речь идет сейчас, я сейчас вкратце расскажу о системе обучения детей в ведической культуре. Оказывается, почему-то мальчиков и девочек учили раздельно. По какой причине, как вы думаете? Разность мышления, разные знания. Причина гораздо банальнее, чем вы думаете. А? Разная природа. разная подготовка. Нет, главная причина другая. Карма. А? Карма это ближе. А? Разные задачи. Нет, неправильно. Это все правильно, но это не главная причина. А? Разные предназначения. нет, причина банальнее, чем вы думаете. Разный пол. Кто сказал поднимите руку? Спасибо, развивайте эту мысль дальше. Что это значит? Это значит, что когда мальчик сидит рядом с девочкой, его психическая энергия опускается вниз в половые центры. точно так же у девочки происходит. В результате способность получить информацию в разум снижается до нуля. Я не имел ввиду вас здесь сидящих в зале. Я думаю, что вы уже не мальчики, не девочки, я думаю, что вы себя контролируете. В юном возрасте, начиная с 12-13 лет, половая энергия у молодых людей настолько сильна, что они не способны ее контролировать совсем. Поэтому, если мальчики сидят с девочкой за одной партией, то они не способны усваивать уроки, потому что энергия сама по себе просто спускается вниз. Если человек чувствует, что у него не хватает памяти запоминать, не хватает энтузиазма учиться, не хватает силы как бы направить себя в нужном направлении, не хватает способности действовать так, как надо, у него не хватает всего этого, у него утомляемость повышенная. Это значит, что во время ученического периода он слишком много общается с противоположным полом или слишком много думает о противоположном поле. Все. Вывод только один, так говорят веды. Это значит, что нужно человек, который действительно хочет достигнуть успеха в учебе, он должен стараться ограничить это общение. И тогда будет прям противоположный результат. Он будет иметь возможность очень много достичь своей жизни. Допустим, у меня есть ребята, которые учатся. Первое условие, согласно ведам, которое им поставил, у вас не должно быть девушки. Все. Если у вас есть девушка, значит, вы должны учиться по-другому. Об этом сейчас будет тоже речь. Но, если у вас есть девушка, нет девушки, вы можете со мной ездить, учиться у меня. Но, если у вас есть девушка, то этот процесс заканчивается. Почему? Потому что нет возможности получить знания очень глубоко. Теперь, если действительно человек имеет девушку, что делать теперь, бросать институт, что ли? Нет. Надо жениться. Он не может уже от этой идеи отказаться, надо жениться. В результате способность учиться тоже увеличивается. Потому что, когда люди женятся, постепенно их чувства постепенно успокаиваются, и он уже более спокойно воспринимает его энергию, даже в присутствии жены начинает потихоньку подниматься вверх. Уже процессы все восстанавливаются. Видите, как много надо знать для того, чтобы человек мог выучиться? Если ваш ребенок, допустим, взрослый, он уже все, он чувствует, что он гуляет с девочкой каждый день, ему надо женить, значит, иначе он не выучится. Он будет гулять по ночам, он не будет изучать ничего, все. Или ему надо объяснить или девушка, или учеба одной из двух. Если он не может это понять, если он говорит, я ее люблю настолько, что больше моей своей учебы, я лучше брошу институт, надо его женить. Он потом успокоится, будет нормально учиться. Понимаете идею или нет? Таким образом, существуют две категории людей. Одни из них способны оградить себя от противоположного пола. Такие люди способны достичь очень больших высот в обучении. Вторые из них не способны. И они способны тоже таким этим вторым людям надо стараться до какого-то времени учиться. Если они не чувствуют в себе возможности не общаться с противоположным полом, надо жениться и продолжать учиться. но надо очень хорошо усвоить этот факт. Чем больше во время учебы отношений с женой, то тем меньше способности учиться. Можете проверить? Тем меньше сил учиться, энтузиазма и все прочее. Меньше способности на это. Потому что энергия эта вся идет в нижние центры, а не в высшие. Любовь это общение нижних центров в основном. Когда они будут